В некоторых районах Крымской столицы жители возмущены появлением вблизи детских учебных учреждений пятийных пивных заведений, которые соседствуют со зданиями школ и библиотек. По данному факту в город администрации уже начаты проверки, но дадут ли их заключение импульс к принятию уже конкретных мер – вопрос, который пока остается открытым. Спортивная академия на улице Севастопольская. Всего в 20 метрах от нее пивной магазин, в котором спиртное отпускают не только с собой. Как результат, ближе к вечеру уже в сумерках, нередко забирая детей с занятий, родители вынуждены любуются уже на не совсем трезвых посетителей пятийной. У меня дочь ходит в эту школу, в академию, занимается тэквондо. Три раза в неделю по вечерам ходишь за ребенком, открыли эту пивнуху, иду за ребенком, стоит, справляет нужду по-малому. А это уже район ГРЭС, где местные жители буквально вышли на улицу с протестом против открывшегося пивного бара вблизи сразу детской библиотеки и средней школы. Два детских учреждения, это спорткомплекс, куда приходят дети заниматься в кружке, и детская библиотека. И нас это возмущает, а мы, в общем-то, обращаемся ко всем, кто смог бы нам помочь, потому что по законам Российской Федерации такого быть не должно. Мы спрашивали, кто является хозяином, что здесь будет. Никто ничего нам не сказал, никто нам на наши вопросы не ответил. Мы каждое утро приходим на работу, и мы наблюдаем под своей дверью остатки пира вечернего. То есть это стаканчики, это бутылки из-под пива. То есть мы же только наблюдаем, но это наблюдают дети. То есть если вечером библиотека закрывается, значит у нас на ступеньках пьют пиво, которое покупают здесь. Особенно недовольны таким соседством родителей детей, что здесь учатся. Резонно переживая за безопасность своих чата, не требуют закрытия пивной в срочном порядке. Люди нарушили закон. Насколько я знаю, что существует какой-то закон, что пивные, питейные заведения должны быть в каком-то определенном 50 или 100 метров у них должна быть лицензия. Зная, что здесь дети, общественное заведение, дети занимаются, кто мог дать разрешение на разлитие спиртного, на открытие такого заведения. Вот я возмущена. В конце прошлого года депутаты Симферопольского городского совета вопрос удаленности питейных мест от образовательных учреждений регламентировали постановлением, согласно которому, с одной стороны, да, расстояние должно быть порядка 30-50 метров. С другой, расположение каждого из таких мест оговаривается в частном порядке. Горсовет Симферополя принял в декабре 2015 года решение, в котором были утверждены такие нормативы, что не менее 50 метров от образовательных учреждений торговля алкогольными напитками запрещена. Но в соответствии с тем же самым законом и решением Горсовета, относительно каждого объекта, индивидуально устанавливаются эти границы со схемами, на которых границы, которые нарушать нельзя, они должны быть отражены. Но, к сожалению, в городадминистрации, где обращение граждан приняли, объясняют, закон пока выстоит на стороне предпринимателей, которые формально ничего не нарушают. Мы с законом не наделены в этой сфере. Мы направили, в частности, по ГРС, вчера был выезд специалиста, было обращение, и в Фейсбуке массовая информация распространялась. Сразу же мы выехали, информацию заактировали, передали Минпрополитике, и Русалко-регулировали для принятия мер реагирования. В некоторых случаях, в принципе, уже были также, там, возле детских площадок, мы проводили беседу непосредственно с собственниками объектов. Но, опять-таки, мы здесь и вмешиваться в хозяйственную деятельность не можем. Но, зачастую, люди шли на контакт, и арендодатели, скажем так, использовали для какого-то более полезного для общества вида деятельности данное помещение, задавали под какой-то другой вид. Тем не менее, точку в этом вопросе ставить еще преждевременно. По крайней мере, пока Минпромполитики Крыма и в Управлении Росалко-контроля не изучат отчеты, представленные город-администрацией, которые, возможно, руководствуясь уже не законом, но здравым смыслом, могут просто настойчиво рекомендовать перенести питейные подальше от школ. Такие случаи в практике Российской Федерации уже были. Егор Петрунин, Евгений Стариков, Служба новостей ТВ.